Коллеги, рядом со мной Лидия Макшейн, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какая тема сегодня поднималась? Сегодня поднималась тема ЗОЖ, органик продуктов в ритейле и для производителей. И непосредственно я рассказывала о тех трендах, уже реальных, непосредственно которые есть за рубежом и которые уже апробированы и идут на практике в ритейле. То есть не какие-то дальнейшие тренды вот тех, а именно то, что продается сейчас за границей и это некий ближайший шаг для нашего ритейла и для производителей сейчас. То, что мы можем взять оттуда, некоторое будущее для того, чтобы сейчас реализовать. Хочется подробнее, какие же тренды ожидают нас в будущем, глядя в это окошко в завтрашний день? Если говорить о вот таких трендах, то это тренд на прозрачность, это тренд на функциональность. То есть каждый продукт, он имеет, желательно, чтобы он имел некоторые функциональные и полезные свойства. Ингредиент, то есть продукт вкусный, но этот вкусный ингредиент, он имеет некоторую функциональность. И мы прям смотрели исследования, исследования проведенные, адаптированные для России, какие вкусы по-сладкому, по-зожному есть конкретно в настоящее время, в 2021 году и будут в 2022. Здесь у нас был тренд вначале на вкусное, потом люди поняли, что лучше все-таки делать на полезное упор. И теперь новый тренд на вкусное и полезное. Да, да, ну можно сказать и так. То есть главный вкус, потому что когда продукт вкусный, тогда у зожного продукта есть шанс быть купленным второй раз, третий раз. И это, собственно говоря, главное. Вот, можно так сказать, да. Расскажите, как российский рынок в принципе реагирует на такие реалии, потому что я так понимаю, в любом случае это общемировая практика сейчас, взгляд на зож и альтернативные продукты питания и так далее. Как в России приживается все это? Это приживается, это прям активно встраивается и ритейлеры, и производители это вот уже сейчас внедряют и улучшают, и в своих бизнес-процессах прямо учитывают. И плюс, что еще сейчас развито на нашей выставке на World Food мы видим, это фудтех направление, которое научный подход к продуктам, к разработке альтернативных продуктов, функциональных и так далее. То есть это уже наше настоящее такое, реальное. Вы как человек, который знает, что же нас ждет в условном завтра, я хочу вам задать вопрос. Все всегда задают вопрос ученым, когда же будут телепорты. Я лишь задам только один. Когда будут домашние 3D принтеры для еды? Когда можно будет распечатать стейк, который ты любишь, и он всегда будет одинаковый? Когда это произойдет? Я скажу так, что будущее, будущее, то есть да, такая технология уже есть, и в ресторанах она пробована, там, возможно, вы знаете. Я скажу так, будущее мы создаем своими руками, поэтому вот этот сценарий, когда, сколько лет пройдет до реальности, это вот как раз в наших силах, в силах ритейла, в силах производителей и готовности, конечно, покупателей. То есть покупатель должен быть готов к этому приобрести, печатать, потреблять. А вот это, наверное, будет самой такой большой как раз загвоздкой, вот эта социальная история, привыкание и переход. Да, мы всегда голосуем за что-то рублем, поэтому я надеюсь, что будем голосовать рублем за все новое, полезное и вкусное. Да, да, вот, кстати, голосуем рублем один из важных критериев, наряду со вкусом, он прямо сейчас решающий. Я подтверждаю это и желаю всем производителям и ритейлерам укладываться в этот рубль, в покупательскую способность нашего клиента. Шикарно, прекрасно, мне кажется, слова для завершения интервью. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Да, спасибо вам за интересное интервью. Продолжение следует...